Привет! На повестке дня новая подборка лучших связок процессора и видеокарты стоимостью до 100 тысяч рублей. Поехали! Безоговорочным лидером становится пара двух железяк от AMD, камня Ryzen 7 7700X и карточки RX 7800XT. Можешь быть уверен, что ты не найдешь ничего лучше за такие деньги, по крайней мере у видеокарты точно нет альтернатив в этом ценовом сегменте, но обо всем по порядку. 7700X восьмиядерный прот с актуальной линейки Zen 4 с сокетом AM5. Это самый настоящий универсал в текущих условиях, который идеально вписывается в mid-end и high-end конфигурации. Камень вполне подойдет в пару даже к RTX 4090 для сборки под 4K гейминг или тяжелые рабочие задачи. Запас мощности здесь достаточно большой, чтобы не задумываться об апгрейде как минимум до перехода будущих поколений процессоров AMD на новую платформу. В отличие от топовых устройств от Intel TDP здесь на 20 ватт меньше. Если ограничиваться штатным разгоном, который позволяет увеличить базовую тактовую частоту с 4500 до 5400 МГц, то можно обойтись хорошим башенным кулером. Ну а если же ты планируешь экспериментировать с разгоном, то лучше будет смотреться качественное водяное охлаждение с двумя или тремя секциями. У 7700X также есть встроенная графика, которой не было в предыдущих поколениях. Мелочь, но приятно. Все-таки иногда она может быть полезна, стоимость процессора сейчас плавает в районе 30 тысяч. В принципе это оправданная цена и нет смысла пытаться ждать какие-то скидки. Ну а RX 7800XT, как я уже сказал, это вообще безальтернативный вариант. Если 7700X в теории можно заменить аналогами от Intel, то в случае с этой видеокартой конкуренты будут значительно отставать в игровой производительности. Большую роль здесь играет стоимость. Сейчас карточку можно приобрести дешевле 70 тысяч рублей, что можно назвать практически подарком. В иерархии RDNA 3 выше находятся только две модели 7900XT и XTX. Если посмотреть рейтинг самых мощных десктопных видеокарт, то эта видюха будет находиться там в районе 10 или 11 места. Неплохо, согласись. Немаловажным преимуществом является еще и большой объем памяти 16 гигабайт GDDR6. Как ты понимаешь, любые игры в 2К разрешении она щелкает как орешки. FPS стремится к сотне и выше, можно поиграть и в 4К. Там круг игр, которые будут уходить за 60 кадров на ультрах уже немного сужается, но таких проектов единицы. Единственное в чем карточка не так хороша, так это в трассировке лучей. Формально поддержка имеется, но оптимизация все еще хромает. С нетерпением ждем те дни, когда красные видюхи догонят конкурентов от NVIDIA в этом компоненте. Кстати, в конце видео будут игровые тесты, где я сравню все связки из топа между собой, поэтому не убегай далеко. Ну а пока можешь заглянуть в описание, там я оставил ссылки на все железо из подборки, переходи по ним, чтобы почитать отзывы других покупателей, посмотреть актуальные ценники и информацию о наличии товаров в магазинах. Или ознакомиться с более детальными характеристиками устройств. На втором месте сегодня Core i5-13600KF от Intel и RTX 4070 от NVIDIA. Это наиболее доступная связка в данном рейтинге, которая с большим запасом вписалась в установленный бюджет. 13600KF, на мой взгляд, является лучшим процессором линейки Raptor Lacon, как и 7700X, хорошо будет смотреться в любых сборках среднего и высокого уровня. 13700KF будет стоить уже практически на 35% дороже, в теории я мог бы включить именно его в связку, но для RTX 4070 этого было бы излишне много. Мощности моего процессора с лихвой хватает для любых задач, будь то игровые условия использования или рабочие моменты, требующие максимальной вычислительной производительности. В этой версии, как нетрудно догадаться из индекса, нет графического ядра, а множитель разблокирован. Ты вполне можешь рассмотреть обычную K-модификацию со встройкой UHD 770, но это имеет смысл лишь в том случае, если такая модель будет стоить дешевле, чем KF. Сейчас она продается за 36 с копейками кусков, тогда как мой камень обойдется едва дороже 31 тысячи рублей. Мне сложно найти сценарии использования, в которых переплата за интегрированную графику будет выглядеть оправданным вложением. RTX 4070 хорошо сбалансированная карта для 2К гейминга. Как ни странно, она стоит на порядок дешевле той же RX 7800 XT. Хотя рекомендованная стоимость красной карточки 500 баксов, а 4070-600. Таким образом, рынок диктует свои условия. У AMD получился более привлекательный продукт, который имеет повышенный спрос. Отсюда и вытекает такая разница в цене. И вот именно по текущему прайсу 4070 выглядит максимально привлекательно. Дешевле 60 тысяч ты вряд ли найдешь что-то лучше, чем эта карточка. Она с вывозит любые игры в 2К разрешении, да и с рабочими задачами полный порядок. В довесок идет поддержка трассировки лучей и DLSS. Как итог, общая стоимость данной связки немного не доходит до 90 тысяч. Так что настоятельно советую присмотреться к этому варианту. Напиши в комментах, что ты думаешь об этом сочетании, ставь лайк, если тебе нравится контент, который я делаю, и не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Завершает подборку еще одна связка из железа от Intel и NVIDIA i7-12700K вместе с RTX 3080. Несмотря на то, что это устройство прошлого поколения, они практически на равных выступают с более свежими конкурентами. Например, 12700K недалеко ушел от 13600KF. Да, между ними есть парочка отличий, но в целом результаты в синтетике у обеих моделей максимально близкие друг к другу. У камней из линейки Raptor Lake на 4 энергоэффективных ядра больше, а вот производительных наоборот на 2 меньше. Представитель Older Lake получил чуть меньшие частоты в штатном турбобусте, зато базовые показатели напротив выше на 100 МГц. Ну и отсутствие индекса F говорит о наличии встроенной графики UHD 770. Как я и говорил ранее, нужно сравнивать по стоимости модели со встройкой, и без нее в этом случае KF-версия была дороже на пару тысяч. Выбор, как говорится, очевиден. Также хочу обратить внимание на потребляемую мощность процессора. Здесь уже не обойтись без системы жидкостного охлаждения, даже если ты будешь поднимать частоты только в рамках штатного разгона. RTX 3080 тоже можно сравнить с 4070. Как это обычно бывает, новое поколение всегда обгоняет предыдущее. Между этими двумя карточками практически паритет в игровых тестах. Пока что не буду раскрывать все карты, скоро ты сам все увидишь. Скажу лишь, что обе модели идеально работают в условиях 2К разрешения. Я поставил связку с 3080 на одну ступень ниже по нескольким причинам. Первая – меньший объем памяти, 10 гигабайт стандарта GDDR6X. Вторая – более высокое энергопотребление. TDP карточки внушительные 300 Вт, тогда как у 4070 лишь 200. Ну и по рекомендованной стоимости данная модель на 100 баксов дороже. В реальных условиях отрыв не такой большой, но он есть. За 3080 придется выложить чуть больше 61 тысячи, что не очень много в текущих условиях. Но при ранжировании двух видеокарт это влияет на их итоговую позицию, и я думаю, что большинство со мной согласятся. Кстати, в моем Телеграме ты сможешь найти еще больше классных подборок на компьютерную тематику и не только. Там же я выкладываю скидочные промо-коды для моих подписчиков. Ссылка на канал будет в описании, переходи и присоединяйся к моему уютному сообществу. А теперь самое интересное – игровые тесты. Сегодняшние связки я решил сравнить в 2К разрешении, в котором все они показывают хорошие результаты. Условия – стандартные ультра-настройки графики без трассировки лучей DLSS или FSR. Давай смотреть, что получилось. RX 7800 XT очевидно остается вне конкуренции, хотя в ряде игр отставание не такое большое. Но если сложить все показатели FPS, то преимущество будет внушительным. Как я и говорил, она может использоваться и в конфигах, заточенных под 4К гейминг. Ну а связки с 40, 70 и 30, 80 оказались максимально близки друг к другу, и лишь в Red Dead Redemption 2 более старая модель заметно оторвалась. В общем, если у тебя на руках есть сотня косарей на проц и карточку, то лучше всего смотреть в сторону 7800 XT. Ну а если хочешь сэкономить с десяток тысяч, что две вторые парочки станут для тебя более предпочтительными. Что ж, пришло время прощаться. Надеюсь, тебе понравился этот топ и ты уже оценил его лайком. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. Напиши в комментариях, какую из этих трех связок ты бы хотел приобрести. Также напоминаю, что ссылки на все железо можно будет найти в описании, а в моей телеге тебя ждут актуальные промокоды на хорошие скидки. На этом все, скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok